Костя и Генка — Почему слабо возмутился Костик? — Гляди! Он поплевал на руки, без чего, как известно, не обходится ни один покоритель древесных вершин. Подтянулся и цепко обхватил дерево ногами. Прошло всего несколько секунд, а Костик уже победоносно поглядывал на Генку с самой вершины липы. И вдруг совсем рядом с собой на расстоянии полушага он увидел точно приклеенный к стене дома крошечный балкончик. Отвага и любопытство одновременно овладели Костиком. Не задумываясь, он шагнул на балкон, тихонько потянул ручку балконной двери. Дверь приоткрылась, и Костик снова оказался на балкончике, очень похожем на первый. Балкончик этот висел под самым потолком огромного зала, а внизу под ним виднелось множество человеческих голов. Все они были повернуты в одну сторону. Только теперь Костик наконец понял, что попал в зал кинотеатра. На следующий день мальчики взобрались на липу уже вдвоем. Впереди неуклюжий медлительный Генка, а сзади, подталкивая его, ловко и Костик. Прошло две недели. Наступил субботний вечер. Мать Костика Антонина Петровна Серегина, как всегда возвращаясь домой с работы, зашла в детский сад за младшей дочуркой Галей и поспешила домой. К большому ее удивлению Костика дома не оказалось. За окном совсем стемнело. Галя давно уже тихо посапывала в своей кроватке, а Кости все не было. Антонина Петровна обегала все соседние дворы, позвонила в пункт скорой помощи, в районную больницу. Собиралась уже звонить в милицию, когда неожиданно в комнату вошел хмурый насупленный Костик. Где ты был? Я в гостях был у этого, у Генки, у Лисицына, с которым вы на одной парте сидите. Что же вам дня мало в гости друг к дружке ходить? Он больной, мам. Вот я и пошел к нему навестить. Ой, а чем же он болен-то? Не с карлатиной? Нет, ты не волнуйся, успокоительно сказал Костик. У него это, пустяки. Он это, руку сломал, то есть это, ногу, ногу. Ну, хороши, пустяки, сказала Антонина Петровна. Вот уж бедная мать его переживает. Нет, ничего, она не очень, пробормотал Костик. Не очень. Вот будут у тебя у глупого когда-нибудь свои ребята, тогда поймешь, как у родителей за них душа болит. Садись-ка ужинать. Наверное, проголодался полуношник. И помолчав, глядя с улыбкой, как быстро Костя уплетает ужин, добавила. Я тебя, Костя, не виню, что ты больного товарища навестил. Только нужно было мне хоть записку оставить, что ли. Кстати, сынок, нынче ведь суббота. Классный руководитель не отдавал дневников ваших? Я твоего дневника, кажется, уже две недели не видела. Не, не, замотал головой Костик. Михаил Михайлович не отдавал нам еще дневников. Нет, что-то он долго их держит. Ну, ладно, ложись-ка спать. Поздно уже. А завтра, знаешь, мы куда пойдем все втроем? В цирк. Я у нас в обкоме билеты взяла. Воскресным утром, пока дети еще спали, Антонина Петровна напекла пирожков и принялась убирать комнату. И вдруг... Что это? За шкафом, кажется, белеет паутина. Но то, что она издали приняла за паутину, оказалось краешком какой-то тонкой книжки. Костин дневник. Антонина Петровна растерянно перелистала страницы дневника. А это что? Надпись в конце страницы сделана классным руководителем. Ваш сын в последнее время часто пропускает уроки. Прошу, возможно, скорее зайти в школу или позвонить мне. Мой домашний телефон... Антонина Петровна едва решилась поверить. Неужели сын лгал ей? Лгал уверенно, не краснее. Непослушными пальцами набрала она номер телефона классного руководителя. Это говорит Серёгина, мать вашего ученика. Вы уж простите, Михаил Михайлович, что беспокою вас в воскресенье. Но... Нет, нет, Костя мне ничего не рассказывал. Я только что случайно нашла его дневник. Да-да, могу, конечно. Я сейчас приду в школу. Они сидели в пустом классе. Антонина Петровна Серёгина и Костин учитель. Нет, у больного товарища Костя вчера не был, говорил Михаил Михайлович. И ноги себе Ген Лисицын не ломал. Он совершенно здоров. Просто мальчики пробрались без билета в кино, как они делали уже не раз. И просидели три сеанса подряд. А-а-а! Всплеснула руками Антонина Петровна. Никогда мне Костя не лгал. Первый раз это. Что же с ним делать-то? Как отучить его? Ну, рецепта от лжи, который бы помогал во всех случаях жизни, конечно, нет, улыбнулся Михаил Михайлович. Да и какой бы отличный педагогический приём мы с вами не применили, он не исправит Костю сразу. Нужно внимательно следить за мальчиком. Не пропускать ни одного случая, казалось бы, самой пустяшной невинной лжи. А для начала я вам посоветую сделать вот что. Галя и Костя понять не могли, куда это с утра, и так надолго ушла их мать. Неужели она забыла, что они собирались в цирк? — Наконец-то, наконец-то! — радостно запрыгала Галя, когда Антонина Петровна показалась в дверях. — Идём к карандашу, мама! — Нет, в цирк вы сегодня не пойдёте, — спокойно сказала Антонина Петровна. — Ты что, шутишь, мам? — удивился Костик. — Не шучу. А почему не пойдёте, ты сам должен понять. А ты, Галя, разве не знаешь, что у Костика товарищ сильно заболел? — Какой товарищ? — округлив глаза, спросил Костик. — Как какой? Гена лисица. Он лежит дома со сломанной ногой. Ты мне сам вчера рассказывал. Нужно пойти навестить его. — Да нет, вовсе не нужно, — закричал Костик. — Идём в цирк, а потом я сам к нему зайду. — Нет-нет, так не годится. Так настоящие товарищи не поступают. Вот сейчас возьмём пирожки и пойдём все вместе к Гене. Он ведь в нашем переулке живёт, в шестом доме, да? Только квартиры я не знаю. Ну, ты нам покажешь. Генка живёт на восьмом... Нет, он живёт на десятом этаже. Там лифта нету. Не ходи, мам, у тебя сердце задохнётся. Сделал Костик последнюю отчаянную попытку уговорить мать. Но это ему не удалось. Через несколько минут Антонина Петровна в сопровождении Гали и то и дело отстававшего Костика подошла к дому Гены. — Что это, Костик? Ты говорил, Гена на десятом этаже живёт, а здесь их всего шесть, — удивилась Антонина Петровна. — Я забыл, — краснее пробормотал Костик. И на каком этаже Генка живёт, тоже не помню. Он забыл, и всё. Вот тебе и раз. — Что же это у тебя с памятью, сынок? Хоть к врачу обращайся. Скажите нам, будьте добры, где проживает Гена Лисицын? — спросила Антонина Петровна, проходившую мимо дворничьих у тёти Пашу. — Гена Лисицын! Второй этаж, третья квартира, — ответила тётя Паша. — А как его здоровье? Не легче ему? А что с ним удивилась тётя Паша? — Да вот сын рассказывал мне, что беда с Геной приключилась. — Ногу он себе сломал, мы его навестить идём. — А-а-а! Ногу сломал! Тётя Паша всплеснула руками. То-то я гляжу с утра во дворе спокойно. Ах ты, горе какое! Сходить бы к ним надо, проведать, гостиницу снести. Я вот ныне варенье варил, черно-смородинное, самое оно полезное. Да жалко всего, одна банка у меня, сыну берегу. Очень сын это варенье уважает. Он у меня моряк, скоро на побывку приедет. Вот ему и берегу баночку. Спускаясь по лестнице, она продолжала о чём-то в полголоса разговаривать сама с собой. А Антонина Петровна тем временем подошла к квартире Лисицыных и протянула руку к звонку. — Мама! — сказал Костя, тихо отводя руку матери от звонка. — Что, сынок, идём? — Не надо! Не звони! Я тебе всё выдумал, всё наврал. Сбегчиво путаясь, глотая слова, Костя рассказал матери обо всём и о старой липе, и о кино, и о спрятанном дневнике. — Мам, не буду я больше врать, честное слово, честное слово, не буду врать, мам. Не будешь? Трудно поверить-то тебе. Ну, ладно, на этот раз поверю. Что ж, идёмте домой. Навстречу им по лестнице поднималась тётя Паша. Она несла в руках большую банку с вареньем. — Подумаешь, не видал сын моего варенья. Он по всем морям плавал и ни с таким небось чай пивал. А больному польза. Луч всякого лекарства. По обыкновению говорила сама с собой тётя Паша. — Мама! — Мама! — шепнул Костя Антонина Петровна. — Пожалуйста, скажи тёте Паше, что Генке не надо варенья. И пусть она к нему не ходит. — Это ты сам ей должен сказать, сынок. — Сам? А можно я скажу, что перепутал, что это совсем другой мальчик ногу сломал, а вовсе не Генка? — Но ведь ты только что слово дал, что никогда врать не будешь. — Да, а вдруг тёте Паше всем расскажет. Ребята меня станут угном дразнить. — Об этом раньше надо было подумать, — неумолимо сказала Антонина Петровна. — Да и не будет тёте Паше, наверное, никому рассказывать, — тихонько добавила она. Но Костя не слышал её слов. Понурившись, медленно еле переставляя ноги, шёл он навстречу тёте Паше. Антонине Петровне было очень жаль сына. Но она знала, это необходимо для того, чтобы первая ложь Кости стала и его последней ложью. Продолжение следует...